Дорогие друзья, всем доброе утро, легкого пробуждения. Вставайте, подключайтесь к нашему эфиру, ведь у нас сейчас в гостях гость прекрасная Екатерина Чемрова, семейный психолог и педагог, игропрактик, эксперт программы. И мы сегодня с ней поговорим на тему, если мы узнали, что наш ребенок курит. Как же быть? Что же делать? Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста. Сначала успокоиться, как только первые улики обнаружены, не бежать сразу с выяснением, ага, это что-то такое. Потому что родители в этот момент тревожатся, у них есть определенные страхи, дети прекрасно считывают то, что происходит с родителями, и этим могут даже манипулировать. В первую очередь нужно успокоиться, затем выйти на открытый диалог и выяснить мотив. Потому что ребенок это делает для чего-то. Что с ним происходит в этот момент? Он пытается войти в какую-то новую компанию, и ему это нужно, потому что там это делают все. Утвердиться. Да, то есть нужно показать, что я с вами, я свой. Либо он это делает для того, чтобы привлечь внимание родителей. Либо ему просто захотелось попробовать, потому что все это делают и это обсуждают. То есть самое главное, это выяснить мотив, который за этим стоит, для того, чтобы можно было этот мотив перекрыть чем-то другим. А что делать все-таки, если за руку поймал, какие первые действия? Во-первых, не начинать выяснения при всех, всех, кто там находится. Кто рядом, не позорить. А то вдруг там одноклассники, и потом вообще засмеют. Да, это может быть чревато тем, что потом будет и буллинг в школе. То есть мы поймали, окей, показали, что да, мы это заметили, и затем мы наедине вдвоем это будем обсуждать и выяснять, почему, что тебе понравилось, это не понравилось, почему ты начал это делать. Выясняем, чего не хватает ребенку. Когда мы понимаем, что уже такая ситуация произошла, лучше, конечно, это делать до того, как мы поймали, когда мы смотрим какие-то фильмы, либо видим... Сразу же. Потому что если родитель авторитетный, то ребенок все это и так считывает. Во-вторых, отмечать последствия. Не запугивать тем, что посмотри, что тут нарисовано тебя ждет, вот это. Нет. Ой, ты заметил, как неприятно пахнет, сразу ощущения какие-то не такие. То есть когда мы действуем на предотвращение определенных ситуаций, либо обращаем внимание на зубы человека. То есть то, что будет являться такими негативными последствиями, но которые мы видим уже на других людях. Потому что то, что нарисовано на пачках, ребенок этого не видит. Для него это какие-то картинки. И то, что даже происходит внутри организма, он так не представляет себе это красочным. Потому что он не чувствует. Программирование начинаем с самых началов. Да. Ну вот смотрите, вы говорите о том, что поймали за руку или что-то нашли. Ну а если вообще никаких доказательств нет, и ты ребенку ничего не можешь предъявить, как быть, но ты знаешь. Ты знаешь, тогда ты обращаешь внимание и показываешь, как тебе это неприятно, какие могут быть последствия. И задаешь ребенку в этот момент вопросы. Ой, а ты когда-нибудь бы попробовал? А как думаешь, каково это? То есть мы не пытаемся искать улики, чтобы предъявить. Потому что таким образом мы нарушаем как раз-таки доверие с ребенком, мы нарушаем полностью его границы. И когда ребенок не чувствует этого, ему наоборот нужно показать свою взрослость, свою значимость. А взрослые что делают? Большинство взрослых курит, в том числе и те родители, которые говорят, а я так делать не надо. Как быть в данной ситуации? Если родители сами курят, и при этом говорят ребенку, что так делать не надо, он будет шухериться и при этом все равно делать. Потому что для него родители это авторитетные взрослые. И они взрослые. И они делают все правильно. Если я буду делать так же, я себя таким образом сопоставляю рядом с ними. Но это получается либо родителям в данном случае шухериться. И все равно ребенок обнаружит и узнает, как бы родители не шухерились. Понятно. Знаете, у меня сразу же вспоминаются рассказы из детства у знакомых, друзей, как там угрожали, ты сейчас будешь в наказание курить всю пачку, вот садись прямо. Были такие случаи. Но здесь, как я понимаю, чтобы добиться результата, нам нужно наоборот разговаривать с ребенком спокойно. Как со взрослым. Да, то есть мы покажем ему, если у него был мотив это показать, что я взрослый, то такими разговорами мы как раз таки показываем, что ты и есть уже взрослый, осознанный человек, который может проанализировать и разговаривать со мной на равных. А какие могут быть причины увлечения этой пагубной привычки? Ну, помимо компании. Да, когда мы пытаемся войти в какую-то компанию, когда мы пытаемся показать свою взрослость, когда нам просто интересно, когда мы хочем идентифицировать себя с каким-то кумиром, либо с родителем, то есть когда у нас есть пример, и он это делает, и это выглядит как-то круто. Ну, в фильмах это же всегда показывается, как это красиво, да. Конечно, с особым смаком. И ты не чувствуешь вот этот вот флёр. Ну, я думаю, здесь действительно самый лучший способ, самый лучший вариант, это заблаговременно до того, как ты поймал ребенка, да, как-то вот смотришь фильм, увидел в кадре действительно любимого актера, который очень красиво смотрится, да. Доброе допито. Да, 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 да. Вот, сразу же говорить, красиво, но не очень хорошо, а тебя там будет пахнуть, зубы пожелтеют или еще что-нибудь в этом роде. И задаем обязательно вопросы, чтобы развивать критическое мышление ребенка. Я думаю, вы все видели, как маленькие там пятилетние мальчики и девочки берут палочки от чупа-чупса и ходят, изображают. Они потому что хотят, вот у них мотив, они хотят показаться взрослыми. То есть я взрослый, я вот так вот делаю. Ну, я надеюсь, что в наших, милостобой, ситуациях с детьми не будет таких проблем. Главное не переборщить, всему знать меру и не включать страшные документальные фильмы, да. А неврозы не... Да, 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 да. Смотри, разделаны легкие, они черные, гниют и так далее, так далее. Спасибо, Екатерина. У нас была в студии Екатерина Чемрова, семейный психолог и педагог-игропрактик, эксперт программы. Еще раз вам огромное спасибо за очень информативную встречу. В следующую среду берегите себя и своих близких. И свои легкие. И легкие, легкие, бегайте, бегайте.